ТЕАТР ГОТОВИТСЯ К ПРЕМЬЕРЕ Из костюмов и прочего реквизита только самые значимые предметы. Однако уже сегодня создаваемые актерами образы и характеры объемны и наглядны. И тут начинаешь просто прикидывать вот эти вот роли, одевать их на себя. И ты ощущаешь именно вот то время. Вот именно то время. И ты начинаешь понимать, как они действительно жили и как это было на самом деле сложно. Как раз если они приехали в самом начале, это да, какие-то вот отдельные существа друг от друга, то впоследствии они вот одно единое целое. Заодно единое дело взялись и заодно дело они переживают, стараются, заботятся друг о друге. То есть нету такого, что я мой персонаж, мы все заодно дело. Как тогда. Наравне с актерами на создание нужной атмосферы играет и все их сценическое окружение. Пересекающее пространство сцены ступени, уходящие вдаль. Экран с кадрами кинохроники. Движущиеся вверх и вниз стволы деревьев, которые символизируют то тайгу, то стройку, то самих людей. И в то же время это создается в какой-то такой ритм органа, что ли, да, из деревьев. То есть это такая очень серьезная такая тема, значит, именно для тех людей, которые строили этот город. И они заслужили это. Отметим, что по словам режиссера спектакля Вячеслава Добровольского, работать над бостановкой с молодыми актерами театра, для которых та эпоха, те люди, становятся настоящим открытием, очень интересно. Тем более, что уже сегодня в них есть понимание, чем жили комсомольцы 30-х, что было их главной движущей силой. Я сам играл в этом спектакле 47 лет назад, в 71-м году. Играл Альтмана. Эти другие. Другие немножко по форме. Содержание не изменилось. Максимально убрана политика. Скорее здесь идет речь о энтузиазме и бесхозяйственности. Ну, так это современно. Но и через это они все убежденные. И я думаю, уверен, убежден, что они смогут эту убежденность свою донести до зрителей. Результат работы творческого коллектива, премьеру спектакля «Город на заре» можно будет увидеть буквально через 10 дней, 24 ноября. Уже известно, что благодаря большому интересу ирбичан к новой постановке, руководство театра решило продлить премьерные показы на 27, 28 и 29 ноября. Юлия Берсенева, Евгений Пресежнюк, Александр Свяжин, НТС «Орбит». Спасибо. Спасибо.